По предварительным данным, в 88 самонах 17 аймаков страны, возможно, трудная зимовка. Наибольшую тревогу вызывает климатическая ситуация в западных регионах, где пастбище покрыто снегом в метр толщиной. Кроме того, в этих аймаках лютуют морозы. В ночное время температура опускается до минус 50 градусов. Скотоводы изо всех сил стараются. Силами людей к отдаленным северным самонам проложены дороги, доставляются комбикорма. Но помощь нужна, мы благодарим за нее всех. В критические периоды Монголии помогают страны-соседи. Китай и Россия, Казахстан, Япония, Турция и международные организации. В прошлом году Россия выделила отдаленным аймакам почти 57 тысяч тонн комбикормов, что стало хорошим подспорьем для скотоводов. А нынешнюю зимовку поможет пережить дружественный Казахстан, который выделил полторы тысячи тонн кормового риса. Для отрезанных от цивилизации аратов это стало ценным подарком. Мы рады предложить помощь своим братьям накануне Белого месяца. Гуманитарная помощь стала доказательством исторической дружбы наших народов. В нужное время и Монголия окажет поддержку казахам. 88 крупногабаритных автомашин, груженных рисом, отправились сегодня в путь. Батсу-Ир-У предстоит самая длинная дорога до аймака Баян-Ул-Ги. Для дальнобойщиков самое главное надежность машины и хорошее техническое состояние. От самих водителей тоже зависит многое. Необходимо уметь выходить из любых ситуаций. Батсу-Ур крутит баранку уже 27 лет, поэтому хорошо подготовился к дальней поездке. Самое главное в зимнее время не простудиться, поэтому он при себе всегда держит топленое масло. На улице очень холодно, но дорога сама по себе хорошая. По сравнению с прошлым годом морозы сильнее, но дороги не замело. В прошлом году падеж скота по стране составил почти 10 миллионов голов. Общий ущерб составил 534 миллиарда тугриков. Это стало горьким опытом для государства и самих скотоводов. По сравнению с прошлой зимой сегодняшнее положение не вызывает больших волнений, однако особая комиссия начала принимать меры по увеличению объемов кормов и их хранилищ. Мы организовали работу по увеличению запасов комбикормов во многих аймаках до 600 тонн. По приказу правительства, управление по чрезвычайным ситуациям сформировало запасы кормов. Затраты оказались ниже рыночных, поэтому мы планируем реализацию по низкой цене. В целом бюджетом на зимовку было выделено 128 миллиардов тугриков. Из-за климатических условий в некоторых аймаках страны происходят перебои с электроэнергией. Самон Хатанбулак остался без электричества. Поэтому было решено доставить на место дизельные станции. Также были приняты меры по профилактике подобных случаев в других самонах. Управление по чрезвычайным ситуациям работает совместно с международными гуманитарными организациями. Ими разработаны специальные программы зимовки на местах. Тумур Ачир, Станислав Хазагаев, Нямбаяр, Аист Монголия.